12 медалей завоевали белорусские спортсмены на первом турнире Международной борцовской лиги Поддубного, которая проходила 19-20 мая в Москве. Очень приятно, что на столь престижном соревновании серебряную медаль завоевал представитель полейского спорта, воспитанник с дюшер Музорского нефтепоработающего завода «Жемчужная Полесья» Станислав Шафаренко. Турнир был проведен на высоком уровне. В Манеже лежало 15 ковров. Там были и вольная борьба греко-римская, женская, панкрансион, греплинг. Смешанные единоборства. По-моему, выступление могу сказать. Ну, в финале, да, чуть-чуть, так сказать, не доработал. Словил какую-то, не панику, а какой-то сумбур. И пошло что-то не так. Семь бронзовых наград, два серебра. Кроме Шафаренко, еще Кирилл Маскевич стал вторым в греко-римской борьбе. Также три золота на счету нашей сборной. В женской борьбе Ирина Курочкина. В вольной борьбе Магомед Хабиб Кадимагомедов. В греко-римской борьбе Игорь Ярошевий стали чемпионами. И поверьте, эти результаты – признак высокого класса. Ибо ликоподубного в целом, возможно, даже выше по своему уровню, чем чемпионат мира. Ну, да, думаю, Россия – это же одна из первых лидеров по борьбе. Думаю, там высокий уровень. Чемпионат России, если первое-пятое место, это уже как бы хороший уровень. Так. Принимали нас, да, достаточно неплохо. Рядом был Манеж, Гасинцы. Финалы проходили в цирке за башнях. Отметим, что Стас завоевал свою награду в греко-римской борьбе и весовой категории до 82 килограммов. И напомним, что наш собеседник – воспитанник с дюшоржем Чужина-Полесье. Первый тренер – Николай Васильевич Тройников. И интересно, какие дальнейшие планы у одного из лучших борцов нашей страны – Станислава Шафаренко. Сейчас только остаются у нас сборы одни, и турнир следующий будет где-то в октябре-ноябре. Будут принимать наши Минск-Караваева турнир будет. И там я буду вступать в свою категорию 82 килограмма. Ну что же, пожелаем удачи Станиславу Шафаренко, одному из лучших представителей спорта столицы Полесье, настоящей гордости своей родной спортивной школы с дюшоржем Чужина-Полесье и Мозорского нефтеперабатывающего завода.